На плохое качество сотовой связи и интернета жалуются жители сел Зерендинского района Акмолинского региона. Как утверждают сельчане, у них постоянные перебои со связью и доступом ко всемирной паутине. Местные власти получают многочисленные жалобы, но проблема пока не решается. Расскажет Аслан Абуталипов. Жительница села Жанаулбаха Таубакирова работает преподавателем в университете, часто проводя занятия дистанционно, если это позволяет интернет. Письмо, например, в электронную почту приходит, кто-то через интернет работает, дистанционно кто-то работает, им надо когда-то срочно что-то посмотреть или ответить, дать ответ, крутится, крутится, и никак. Никак не открывается даже электронное письмо. Когда метель сильный, тогда интернет вообще не работает. И как детям учиться дистанционно, я даже не знаю. И им сложно даже, обычным преподавателям, сложно заходить к неделе КИЗ. Сельчанам, чтобы поймать сеть, приходится выходить на улицу или забираться на возвышенности. Ради одного телефонного звонка некоторые жители и вовсе выезжают за пределы населенного пункта. Говорят, что сейчас все дистанционно, но в нашем селе для этого нет никаких условий. Сотовая связь плохая, интернет вообще не ловит. Детям учиться невозможно, когда их онлайн обучают. Жаловались несколько раз в район Акимат. Результата нет. Оператор сотовой связи вообще телефон не поднимают. В районном Акимате признают, в ряде сел действительно постоянные перебои связи и интернета. В некоторых случаях проблема решается после официального письма сотовому оператору. Но в таких селах, как Жанаул, этого недостаточно. У нас Жанаул является менее густонаселенным. С численность населения 186. У них доступ к интернету, связи осуществляется с соседних аулов, с соседних свыше. Поэтому в плане Жанаула у нас такие вот перебои. У остальных, ну, бывают перебои. Это у нас по техническим дамам бывает. Сейчас, в настоящее время, в штатном режиме, везде все функционирует. Проблемы с мобильной связью и интернетом есть и в других селах региона. По словам специалистов, сейчас рассматриваются все варианты обеспечения доступа к сети в малых и крупных населенных пунктах. Согласно государственной программе, запущенной в Министерстве цифрового развития аэрокосмической промышленности с сотовыми операторами, они рассматривают установку базовых станций только в тех населенных пунктах, где превышает 250 человек. Где менее 250, есть программа от 50 до 250, то Восток-Тереком. То есть у них есть реализационные обязательства. Со следующего года местные власти начнут реализацию нацпроекта «Доступный интернет». С его помощью планируется обеспечить качественным доступом ко всемирной паутине 258 населенных пунктов и установить вышки сотовой связи в 102 селах. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Акмолинская область, Хабар.